МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Новация комбайна будавання. Полевые испыты на уборце РАПСУ. Проходить новая техника Гомсельмаша. Студентская спякота 2016. Туристичный взлет открылся в Гомельском районе. В Гомеле пройдет гастрономичный фестиваль «Городская ежа». Он профессийно вырабляет луки и стрелы. Гамельчанин перетворил детячую забаву в соправное мастерство. А зараз об этом и иншим больше подробно. Гомсельмаш распочал выпробование новой модели комбайна. Техника оснащена гибридной схемой обмолоту и сепарации. Зараз ее проверяют на полях агрокомбината «Паудневый» в Гомельском районе. На место выехали наши корреспонденты. КЗС-1319. Такое имя отримал новый комбайн, распроцованный и выпущенный холдингом «Гомсельмаш». В агрокомбинате «Паудневый» железный помощник сбираю «Раджай Рапсу». Правда, по коль, головная мета, его уделы в процессе – проверить техничные махчемости в полевых умовах, вызначить мощные и слабые баки. Одным из первых – это робить водитель Сергей Денисенко. По першиню за роль комбайна он сел у 15 годов. Зараз мае уже 16-ти годовый стаж. Есть с чем пораунать новую технику и объективно ее оценить. Машину идет нормально, вопросов никаких. Где-то что-то регулируем, где-то что-то тут же доводится до ума. Ну, работаем. Все же на месте не стоит. Все идет вперед, более электроники, больше для удобства. В этой машине все регулируется, не надо выходить, все изнутри, все из салона делается. Головная особливость комбайна – гибридная система. Обмолоту и сепарация. Выкористанные компоненты одразу двух классичных схем – барабанных и роторных амолотильных аппаратов. Простыми словами, это позволяет увеличить продукционность работы беззначного подорожания комбайна. Теперь уборку можно вести на большей высокой худкости. На полях полдневого новая техника работает около 30 дней. За этот час ее допомогу убрали больше как треть площадь рапсу. Однако мощности комбайна больше широкие. Его также можно задействовать на полях с пшеницей, житом, тратикалем, ячменем и аусом. И навод на уборцы кукурузы и слонечника. Максимальная эффективность может быть досягнута на полях с урожайностью с божьевых 50 сенькеров с гектара и выше. Машина высокого технического уровня, большой процент автоматики, автоматически выполняются настройки на различные культуры. Автоматика следит за потерями, за режимом работы, за рабочими органами комбайна. Чтобы механизатор работал на этой технике, их переподготавливать не нужно. Все управление настройки, обслуживание машины, все аналогично тем, которые были раньше. У господарца комбайн застанется до конца уборочного сезона. За тем, яху плануюсь доставить на белорусскую машиновыпробовальную станцию, где цикл проверок завершится. Если специальная комиссия даст машине становчую оценку вероходно, в наступном году будет выпущена первая промысловая партия. Как меркуют створальники, комбайна у новой техники – добрый экспортный потенциал. Уборка сборжевых культур поступово нарушает темп. Работы ведут 14 районов в области. Обмолочено мальчатры тысячи гектаров, что складает каля одного процента до плана. Все лето необходимо убрать сборжа на рекордной для региона площи – больше на 385 тысячах гектаров. Подадзенных на сегодняшнюю ранницу намолочено 10 с половой тысяч тонн сборжа. Середняя уроджайность по в области складает маль 28 центнеров с гектара. У Рэшицки в районе с кожного гектара намолочивают по 33 центнеры. Гэта района, так само Хонницкий и Брагинский, зараз у лидерах и по темпах Жнева. Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья завтра проведе промую телефонную линию. На пытание Жихара у региона откажа наместник Головного державного санитарного урача Гомельской области Ростислав Миколаевич Зинович. Звонки будут примать с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеле 75 19 86. 30 липня у Гомеле пройдет гастрономичный фестиваль «Городская ежа». Ягорь организует центр моды и пригожосте «Хрустальная нимфа» суместно с администрацией центрального района города. Пляцовка выбрана у скверы для фонтана помеж Гомельским цирком и площадь Паустанья. Формат проведения – вуличная выстава-продаж. Повары на вачаху наведывальников будут готовать суши, бургеры, мясо и городнину на грыли, десерты. Мета-фестиваль познайомить жихаровых гостей города с пасаправдным смачной вуличной ежей и тыми, хто я ее готове. Из городских улиц у лесную тишиню туристичный взлет студентской СП «Кота» открылся в Гомельском районе. Больше як 10 годов и он сбирая студентов у сих в НУ областного центра. На открытии турзлету побывала Ганна Коральчук. Час изменяется, а для романта, который походов по раннейшему притягивает молодь. Што год, будучи инженеры, наставники, урачи и юристы, сустракаются разом под открытым небом. У 12-й раз Стюжа, а гэта неофицийная назва фестиваля, собрала самых творчих и инициативных. Тут, як нигде больше, отчувается студентское братерство. В первую очередь, это какие-то новые знакомства. Это даёт шанс познакомиться со всеми университетами, потому что вроде бы в основном все университеты общаются с людьми, которые внутри университета находятся. А так можно разнакомиться со всеми, завести новые компании. Ты общаешься с хорошими людьми, ты готовишься ко всему, ко всем разным конкурсам. Форум собрал с выше сотни удельников. И с каждым годом колька сжадающих долучиться до туристичного руху расте. А литра пить у команду высшейше установлення просто. Великая конкуренция. Треба быть и творчим, и компанейским, и выдатным спортсменом, и навод поваром. В первую очередь, конечно же, активисты должны быть нашей городской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Это ребята, которые себя зарекомендовали хорошо и в спорте, и в творчестве, потому что действительно команда должна быть укомплектована таким образом, чтобы человек мог быть многофункциональным, чтобы он мог и сыграть футбол, и в том числе выступить на визитной карточке команды, и в том числе быть незаменимым работником на кухне. Интеллектуальные угольные, экологичные конкурсы, спортивные споборництвы. Программа трехзонного турзлёта не дай засумовать. Так само жюри вызначать лепший палаточный лагер и назови имя «Мисс Студентская Спякота-2017». Гана Коральчук, телерадио-компания «Гомель» припатрымце АТН с Добрышского района. Гістория середня вечера. Гомельчанин Иван Василенко вось уже шесть годов вырабляе луки. Гэтым рамяство молодой человек закапился выпадково. Але зато я теперь его луки допомагают выигрывать спортивные споборництвы, служать упрыгоживанием каминных залов и дают махчымость реконструкторам погрузиться у эпоху даунины. Подробязности. В наступном сюжете. Здесь уже сделаны зарубки под тетиву, отшлифованы поверхности боковые. То есть осталось с этим луком только вырезать упор под руку и окно под стрелу. Амаль за семь году Иван Василенко вырабил каля двух сотен самых розных луков. Гэта кропотливая и отказная праса. На створение одного лука потребна каля месяца. Головный кабьон был надзейным, худким и могутным. Для гэтага уваги потребует кожная деталь. Разные материалы, то есть разные породы дерева дают разную силу. Бывают такие случаи, что когда я замеряю силу и силы не соответствуют заказанной, приходится переделывать. Древа для луков и стрел, каже мастер, подыходит самая розная. От яблони и ясеня до экзотичной африканской бубинги. Серо заказчиков, спортсмены, удельники клуба у реконструкции и просто аматоры стрельбы. Иван и сам удельничая у розных споборництвах. На его рахунку есть навод офицейный рекорд. Это прошлогодний турнир, он ежегодный. 100 друзей Сафана. Это самый значимый турнир для лучников Украины, России и Беларуси. Стрельба на дальность, кто как можно дальше закинет стрелу свою. Но условие такое, что стрела должна быть деревянной. В прошлом году получилось закинуть у меня ее на 327 метров. Пока никто не перестрелил. До наступного турнира застается прикладный месяц. Тому зараз у Ивана час активных тренировок. Каб установленный рекорд, по раннейшему заставался за нашей краиной. Вольга Холодович, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке Агентства теленавин. У программе «Добрый вечер, Гомель» размова поэдзя про героя. У выпуск присвеченный Дню супрацовника у пожарной и вратавальной службы. Як застраховать себя от дня счастного выпадку? И як стать саправдным вратавальником? Задавайте свои питания сегодня вечером у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Телефон у студии 3.7.519. Наш выпуск на этом завершенный. Информационное вяшение телеканала «Беларусь-4» протягнет спортивный огляд с Максимом Савиным. Усяго доброго и до встречи в эфире.